всем привет с вами я я нахожусь в транзитном поезде 110 вагоны которые идут дальше просили зайти посмотреть еще раз проверить не было здесь всасывание не смывали что-то у нас туалеты но сейчас когда состав пришел проводник сказал что все работает у нас поездной все сделал но на всякий случай я еще раз проверяю сейчас сходим еще на ту сторону проверим давить давить а заставочка так работает ну оставь тогда все там работает в том вагоне которые дальше едут поездной механик сейчас встретился сказал что кнопка сама электронная мозги компенсировала он ее сделал может заменил нет не заменил она с виду то старенькая но в общем он ее сделал сказал что все работает все классно ребят ну и поблагодарил что мы приходили а мы сейчас вот этих вагонов здесь которые остаются обрабатываются решили по помаленьку так пробежаться поверхностно посмотреть что же проверяем подходим все у нас покатили немножко даже назад уже цепляет что там все работает пошли дальше прошлись проверили заявочного ремонта было всего два течь за унитазами в общем устранили там форсунка немножко брызгала не в ту сторону повернули почистили в общем 109 у нас можно сказать готов но там в одном вагоне сработала сигнализация уровня жидкости 80 процентов с обоих сторон после ассинизации на будет зайти посмотреть не потухли ли эти сигнализаторы наши иначе бывает что они это срабатывают ложно в общем когда откачают надо будет посмотреть потухнут не потухнут но и сегодня у нас еще состав такой 353 перим эмеретинский курорт я его постоянно называю перима длину по привычке так он чуть дальше ходьбы в эмеретинку его сейчас как раз помыли делают протяжку я думаю после обеда уже поставят на зарядку и мы спокойно пойдем осматривать уже состав перима дыр там тоже и заявочный ремонт и всего три вагона но это только заявочный вы же знаете когда мы сами идем еще что-то находим идет пдк комиссии еще чего-нибудь найдет вот и сейчас обед у нас с пообедом и будем уже выдвигаться на состав периме меретинский курорт надо уже привыкли так говорить потому что он идет чуть дальше адлера еще и сегодня один вагон то 2 там будет заниматься им андрей штабной вагон вот как раз 109 поезде все пойдемте кушать мы уже поели и переместились как я говорил состав периме меретинский курорт я пробуй так оставить хорошо ребята не знают вот блок управления изнутри как выглядит это у нас плата управления кнопкой смывом общей смывом унитаза так вот у нас видите здесь написаны регулятор регулятор и g1 g2 g3 g3 отвечает на за налив воды g2 вот он серединке отвечает за время отсоса содержимого из чаши унитаза и g1 но отвечает на долив воды сейчас регулировать регулировали смыв сегодня со словом регулировать их происходит регулировали смыв чтобы у нас он не был громким и более-менее хорошим достаточно отрегулировали все отлично все хорошо а по собираемся на место устанавливаем бог на место как он был отлично все сейчас головку переставить только и посадить его работает вентиляция все хорошо но знаете какая проблема у нас здесь был заявочный ремонт вот он как раз 95 процентов ложное срабатывание осенизация прошла уже сейчас алексей быстренько почистить он с ним не спустился с ключом сейчас снимет его почистит а я послежу посмотрю потухоньки у нас здесь индикация при срабатывании 95 процентов служа в этом вагоне да и вообще во всех существует защита то есть уходит защиту и при этом при нажатии на педаль у нас не заведется не водяной насос не сработает клапан водяной так как бак пол сейчас алексей почистить все и можно будет проверить ту сторону но кстати вентиляцию можно там уже посмотреть наверно их бумажечку бы какой-то слышно херачит работает а я вас вижу а здесь вот сам провод но но я открыл он не горел не горел может индикация сломана так понял сейчас спущусь много сейчас провод по цепи сейчас цепляя сгорит да да загора здесь загорается но все на суш менять служу хана его менять сам да они но мы выложили все там да с собой то не взяли ну ладно что сбегаем сейчас но не закрывает с ними его сейчас я схожу возьму служу хана оказывается мы думали грязный оказывается он сам вышел из строя я согласен согласен наш косяк не взяли с собой суш сразу хотя запись была надо было об этом подумать да и взять с собой сразу суш увидеть как поторопились блин ветер поднимается дождь собирается ё-моё погода опять портится не одно так другое суш поменяли все заработало зато без контактного включать и стоит чуть дальше надо его на место поставить поправить ключ на 17 алексей да у вас нет как там фильме было приказ понял чуть его поправить надо перескакивает что не будешь подтягивать профессионал ты смотри как выучили вас на свою голову вот и все мы закончили проверили посмотрели настроили все что было заявочного ремонта сделали то что сами выявили тоже сделали теперь перейдем самому интересному все время это последнее время спрашивают почему видно только нас на парке мы не что ли работаем нет ребята подогонное оборудование у нас только баги все остальное тележки замена колодок ароматизаторов буксы и так далее это все делает другой цех они называются pto мы в самом вагоне заметили да мы не делаем ни лампочки не розетки не инверторы хотя частично есть и наши инверторы но редкий случай когда мы их меняем вот не под вагонами сято скажем генераторы вот он здоровяк тоже делаем не мы щитовая тоже не наша это все относится к цеху трк но также вы заметили там мы не делаем не дверные эти замки не двери не вставляем стекла не меняем линолеум не меняем дермантин не перестилаем дермантин на сидушках сетки не вяжем окна стеклопакета тоже не меняем потому что все это делает другой цех текущий вот и все в принципе то ничего больше хотя не все сказал кондиционеры мы тоже не ремонтируем это раз во вторых где в вагонах установлена установка подачи холодной горячей воды вот там частично водоснабжение наше то есть кран умывальников кран служебного купе и бойлеры а где не установлена уже соседнего цеха текущего поэтому немножко вот тут мы должны не путать да что вот мы делаем кран мойки кран умывальников там вот так далее это все только в том случае производим ремонт где установлена установка подачи холодной горячей воды ну и титаны естественно тоже мы не ремонтируем ни в какую не как они к нам не относятся надеюсь все рассказал разрежу а там чё стяжка вот ребят у нас единственное замечание на пдк комиссии после осенизации как я и накаркал накаркал уже тогда спирона когда смотрели у нас горели сужие я говорил что после осенизации надо будет проверить потухнут они или нет они не потухли как раз на 80 процентов ложные горит показывает получилось а может второй ты не придется нет придется вот плохо да вот те сужие хорошие где этот цепляется у них про то под вечер стало холодать возможно будет снег с дождем и сына 0 градусов ну а после морозной зимы это нормально тепло грязный тряпочку на вот где твоя тряпочка до там наверно тоже по стенкам сразу пошкрябать он чё-то у тебя не тухнет вовсе тух да я имел ввиду в этом в отверстии там чё-то не до конца окончился там чё-то не до конца окончился такая же процедура с той стороны вагона с обеих сторон не потухли это вроде да сегодня это солнышко хотела выглянуть и нет тучи пришли вон все все небо хмурое стало я мое ну договорились что на этих днях раз будем небольшое похолодание прохладненько а с первого числа тепло тепло и теплее теплее все апрель месяц уже все такой тепленький пойдет чё все не все пойдемте на ту сторону да вот ребята у себя спрашивали где же его в соседний цех видите белье грузят слева справа вот соседний цех стоит которые как раз занимаются текущим ремонтом ну частично отопление водоснабжение двери окна в общем вот они и стоят здесь белье грузят старое или новое непонятно видите вон тоже текущей цех сваркой занимается что-то с площадкой или с лестницей не сочтите конечно за грубость но все же когда мы что-то ремонтируем снимаем то я показываю рассказываю то что мы делаем потому что делают другие цеха мы этого не показываем ну и конечно же не рассказываем это во первых во вторых ребята с других цехов не особо то и любят чтобы их снимали на камеру поэтому я не снял их я рассказал что мы делаем что они делают все ребята поэтому уж извиняйте показать я их не могу немножко вот издалека показал все хватит дабы чтобы мне не нарываться на неприятности и на неудобные вопросы от моих коллег в депо так тут лежал я не стал их снимать ну действительно во первых ребята работают как бы и ладно кто-то проглотит там ну хорошо заснял и снял человек но кто-то есть и прям такой что не надо меня снимать и это вот некоторые даже в депо знают что я хожу снимаю какие-то съемки произвожу меня об этом заранее сразу предупреждали не дай бог я попаду к тебе в камеру в объектив в общем постарайся снимать так чтобы я не попадал поэтому ребята чтобы ну не нарываться не мне и и на контенте чтобы не было каких-то там оров позади камеры какого хрена ты меня снимаешь вот я не стал снимать но но зато рассказал как и обещал а лифт не работает я сегодня после работы не совсем домой поэтому прощаться буду хотел с вами попрощаться ты не у себя дома лифт не работает придется идти пешком после ходьбы на работе на 9 этаж ладно пойдемте а пока будем подниматься на 9 этаж давайте с вами попрощаюсь сегодня смена была хорошей кайфовой работа было немного один будет транзитный поезд но это так проверить чисто прибежали и все есть меня видно вот что еще хочу сказать то у нас сегодня вагон андрей делал даже в нашу помощь ему не понадобилось составы готовы замечание было на пдк комиссии только одно что тут совсем свет не горит вот все сделали все классно все молодцы пожалуйста как там уважаемые пассажиры путешествуйте с комфортом хотел бы поблагодарить сегодня был перевод от Вадим Викторович М вроде так сейчас посмотрю точно по телефону пока вот сейчас на работе был так перевод пришел а я посмотрел и опять же забыл видно меня вообще нет так да Вадим Викторович М и написал нам на компьютер и на корм коту Вадим Викторович огромное вам большое спасибо за ваш перевод простите что я это делаю не на фоне обычных своих штор дома а приходится все это делать здесь в подъезде вот ну и так же хотел бы поблагодарить всех подписчиков за их финансовую поддержку за их донаты за их активное участие на канале за комментарии за активность в общем за все все за ваши просмотры за ваши пожелания спасибо вам большое огромное мне очень приятно когда вы пишите хорошие комментарии кое-то что уже шестой вот спасибо вам большое ну а что ролик наш подходит на этом концу я же с вами прощаюсь с вами был я эй лампочка где ребят улыбайтесь вам это идет я желаю вам здоровья и не только вам и вашим родным и близким всем пока пока до новых свежих видеороликов я почти пришел девятый этаж вот он сегодня я после работы поехал к своим любимым родителям у нас сегодня семейный ужин собирается вся семья ну вот я и пришел ура где все ребят пока до новых роликов реквизиты для вашей поддержки я как всегда оставлю в описании всем счастья всем добра